Мы телепортнулись, потому что в осень села батарейка. Спустя 3 часа и мы в Далласе. Сейчас пойдем пересекать мост через речку Тринити. Вот он даунтаун и вот мост прикольный. Вот он мост поближе. Мы тут по параллельному мосту идем. Вон там даунтаун. Но небольшой, конечно. За этим мостом есть еще один мост, а вон там впереди Реюнион Тауэр. Шарик, с которым можно посмотреть на город. Из этого моста сделали пешеходный мост. Прикольно. А вот эта речка называется Тринити. И судя по всему, вот это все расстояние с этой стороны и столько же с другой стороны, возможно, может разливаться. Поэтому здесь особо ничего и нет, кроме дорожек бетонных. Сегодня 1 января и здесь моросит дождик. И где-то с утра было плюс 3, сейчас, наверное, плюс 7 где-то. Потом должно прийти солнышко и стать чуть-чуть теплее, где-то плюс 12. Ну, конечно, здесь прохладнее, чем в Сан-Антонио. Мы-то вообще в майках ходили. Да. Ну, тут севернее, где-то на 300 километров севернее Остина. Кинули мы вещи в отель. Еле нашли парковку. Вот. И сейчас пойдем гулять по даунтауну, посмотреть место, где убили Кеннеди. Там крестиков поменьше. Вот они, высотки. Гуляем мы по даунтауну, среди высоток. Птички поют. И тут мы находим глаз. Но ближе подойти нельзя. Там правят пропорции. Не знаю, почему они так сделали. Причем прикол. Но вот он глаз, который пялится на высотке. Вон туда он пялится. А тут, кстати, улочка такая. Уютненькая. Нашли какой-то памятник, похожий на 911. Только внутри тут какая-то пирамида стоит. Вот такие паркоматы стоят вдоль дорог. Можно слева это для левой машины, справа для правой. Парковать машину. Ставишь сколько оплатишь и время. Один час, доллар пятьдесят стоит. В Калифорнии мы видели такие же. И такой прикол, что народ, который поставил на час, например, уехал раньше и мигает зеленым. Соответственно, другой может на оставшееся время поставить за счет предыдущего. Такой лайфхак. Шли-шли, нашли избушку какую-то. Народ там стоит. Это Женя посмотрела на карте. Это называется Founders Plaza. Плаза основателей. И вот еще терем какой-то. На этой площади мы нашли табличку, которая вещает, что город был начат с почтового отделения в республике Техас в 1843 году. Он так был назван в честь демократа, из Пенсильвании, которого избрали быть одиннадцатым вице-президентом штатов и который выступал за аннексию Техаса. Вот это то самое здание, из которого застрелили Джона Кеннеди, с шестого этажа. Там сейчас музей сделали. А вон там все люди туда идут. Там крестиком обозначено, где именно. Вот это самая дорога, по которой ехал Кеннеди. А вот крестиком, соответственно, обозначено, где именно а в него выстрелили. Где он был, когда в него выстрелили. Вот. А это вид на то здание, откуда из него выстрелили. Сейчас, конечно, здесь дерево выросло за тридцать лет. Возможно, здесь его не было, либо было меньше. Сейчас бы оно помешало, конечно. Вот. И вон там есть еще такая плаза тоже с информацией про... про случившиеся. Отошли мы от того места, где убили Кеннеди. Вот. Недалеко от этого места стоит еще такая башня. Смотровая. Вечером она с огоньками красиво светится. Вон бомжи расстилают свои палатки. Наступает ночь скоро. Через сколько час наступает. Впоследствии мы обнаружили несколько рождественских шаров, разбросанных по всему городу. Мы изобрели на площадь пионеров с масштабной скульптурой из быков, идущих на водопой. Скульптуры представляют собой быков из девятнадцатого века, когда их также гнали из одного поселения в другой. Всего здесь 49 бронзовых быков и три ковбоя. Каждый бык в увеличенном размере достигает высоту почти двух метров. Цариком эта скульптура считается самым большим бронзовым монументом в мире. Заглядывая быкам в глаза кажется, что они сейчас двинутся с места и просто снесут тебя. Крутая скульптура. Инсталляция быков. Идущих. Пастухи на лошадях гонят стадо быков, которые проходят через ручей. И вот с этой горы они спускаются. И все так сделано, как будто это нас по-настоящему все в движении. И классно сделано, с ландшафтом вписывается, как будто настоящее озеро, настоящий ручей и быки переходят. Даже один бык там видно было, как будто воду пьет из ручея. AT&T это самая большая компания в Далласе, главный работодатель города. И вот так у них красиво здесь хорошо. AT&T перевез свой главный офис в Даллас в 2008 году. Самая большая телекоммуникационная компания в мире. Из других больших компаний CBRE, также самая большая в мире компания, но уже по коммерческой недвижимости и инвестициям, тоже перевезла свой главный офис из Лос-Анджелеса в Далласе 2020 году. Якобс Инжиниринг, одна из самых больших компаний в инженерной отрасли, тоже переехала, правда уже из Пасадены в Даллас в 2016 году. Мы приехали в район Далласа по названию Deep Ellum. Тут короче очень много так называемых Мурлс. Это фресок вот такого вида. Не фрески, это арт-искусство. Ну, арт-искусство, да. Вот, Даллас, колесо обозрения, мост тут прикольный, Роберт Джонсон. Вот, и там сверху написано Deep Ellum. Но тут много всяких украшений, музыка оттуда идет, такая техасская. Сейчас еще что-нибудь поищем. Вот еще один стрит-арт с Ван Гогом. Но он за решеткой находится, потом ближний подойти. Вон там высотки, даунтауна виднеются. Взяли мы в итоге кофе. Там, походу, мы были первыми, наверное, посетителями, которые взяли кофе Тугову нас, наверное, с пятого раза. Они там поняли, что мы хотим. В итоге мы попросили еще одно кофе. Нам дали два стакана по цене одного, и Жене налили. Я кофе не хочу, но ладно. Ну, а, смотрите, сколько там было. Вон там эти все граффити нарисованы. Такой район тут. А кофе как? Кофе, ну, какая-то баланда. Вот это очень круто выглядит. Это типа Шанхая, что-то все по-китайски написано. Заметно тут ходят бомжи периодически. И, как мы поняли, что район, из-за того, что на районе тут нарисовали много граффити, сюда, соответственно, приходят туристы, поток, да, открываются новые кафешки бизнеса. И, в принципе, район становится развивается, и тем самым превращается из какого-то маргинального гетто в нормальный туристический район, где можно посидеть, взять кофе. У вас вот такие вот тут надписи Дип Холум. Вот, как пример, в таком районе вот такая прикольная пивнушка есть. Брейн Дэд называется. Ну, смотри, в железах брю написали. Да, из арматуры тут брю. Какое искусство прикольно. Можно на бочках. Из бочек и палетов собраны столы. На той стороне улицы, мексиканский ресторан, кухня Мексикана. Кутина. Арт-объект. Птички рядом с Тревелинг Мэн. Такой известный здесь чувак. Он тут сидит, нога на ногу. И на гитаре играет. На укулеле. Тут тоже часть Дип Холума. Вон там надпись. Эпик Дип Холум. Сейчас электричка тут проедет. Второй чувак Тревелинг Мэн. И его надели в форму команды Далласа. И заодно маску нацепили. Всем нужна маска. Птичка сидит у него на руке. Разденный в Дип Холуме. Странствующий чувак стоит. С 12-метровым ростом. Его зовут Волкинг Толл. Вышли мы с обеда. Тут надалеко вот такие трамваи. Ретро-трамвай катается по Далласу. М-лайн. Какая-то линия. Эти трамвайчики ходят с 1989 года. Покататься на них можно совершенно бесплатно. Но можно сделать пожертвование. В поддержку таких исторических трамваев. Ух ты, вообще классно. Массаж 1 доллар, нет? 2 доллара, значит. Это донейшка. А, так туда закидывай. Спасибо, сэр. Спасибо. Даже дверцы здесь открываются вручную. Когда едешь, чувство немного смешанное. С одной стороны, кажется, что попал в прошлое Далласа. А с другой, в детство, когда катался на похожих покативающихся трамваях в школу. Мы выходим с трамвая и направляемся к последнему гору в Техасе в нашем путешествии. Подписывайтесь, если интересно следить за нашими путешествиями. Подписывайтесь, если вы не готовите.